хороший крафтовый пакетик как всегда дорогие друзья вам конечно же все будет приходить в оригинальной упаковке с годом гарантии с аксессуарами и так далее ну а мне просто в пакетике и так встречаем она 8 pro и также кабель для зарядки это у нас юсб тайп си юсби 20 ну что ж действительно в синем цвете и первые впечатления от такой диагонали дисплея от такого большого телефона но он действительно большой наверное сравним с айфоном 7 плюс или подобной диагонали может быть с каким-нибудь ноутом здесь есть вот такая вот царапочка точнее телефончик скорее всего где-то уже летал юсб тайп си сейчас я вам расскажу о портах и о том какая периферия содержится по корпусу этого устройства технические характеристики вы можете увидеть здесь на экране ну и давайте начнем с того что присутствие 3 с половиной миллиметрового разъема для наушников это очень хорошая новость в принципе цвет синий и это не стекло это металл отпечатки пальцев практически не остаются в руках смотрится действительно достаточно прикольно ощущается как действительно большой смартфон спереди закаленное стекло модуль двойной камеры светодиодная двойная вспышка сканер отпечатка пальцев палец попадает прямо под него на левой грани у нас есть разъем для микросим-карт или sim-карты и карта памяти есть у нас инфракрасный датчик сверху также у нас есть один из микрофонов снизу юсб тайп си решеточка под динамик справа качелька регулировки громкости все это в алюминиевой раме соответственно качельки тоже кнопочки все у нас металлические и клавиша включения выключения она немножко рифлена для того чтобы вы понимали когда палец правой допустим большой палец правой руки да и без разницы указательный палец левой руки ложился на эту кнопочку и вы чувствовали что это именно кнопка включения выключения сзади у нас сканер отпечатка пальцев внизу логотипчик honor и больше в принципе ничего нет и так давайте я первое включение и ощущение от двойной камеры и вообще от всего что здесь будет происходить на экране разрешение дисплея quad hd то есть это больше чем full hd и я думаю что это действительно будет чувствоваться сейчас пока первое ощущение отключения ну что ж приятная вибро спереди также у нас есть фронтальная камера всевозможные датчики разговорный динамик русский язык стоимость смартфона вы сейчас увидите на экране напишите пожалуйста в комментариях как вы считаете это обоснованная стоимость за достаточно мощную начинку двойную камеру которая будет снимать скорее всего неплохо я почему-то не могу короче зайти в аккаунт но ничего страшного сейчас попробую прикольно соответственно на телефоне установлен аккаунт и я не могу зайти дальше в настройки телефона вот так это все выглядит короче друзья это большой фейл пресс-службы huawei точнее компания которая занимается рассылка устройств на обзоры youtube щекам и всевозможным обзорщикам и всевозможным каналам которые хотят это произвести и сделать и на данный момент на смартфоне установлена синхронизация с неким google аккаунтом который я соответственно не знаю я пытался ввести свой google аккаунт дальше он меня не пропускает говорит что извинить чувак это не тот аккаунт которому которому было привязано устройство и если честно то это большой фейл почему потому что ну дальше я ничего с этим устройством не могу сделать под первым впечатлениям от внешности этого смартфона действительно большой смартфон прикольный раскрас хотелось бы посмотреть на две камеры как они фотографируют хотелось бы послушать звук посмотреть на автономность потому что действительно диагональ дисплея 5 и 7 это действительно прикольно но Но дальше определенных настроек я зайти не могу. Соответственно, попользоваться и протестировать данный смартфон я тоже не смогу. Ну что ж, вот такое вот печальное видео у нас получилось. Обязательно ставьте свою оценку, лайк или дизлайк. Можете написать, почему такой зашквар происходит в комментариях под этим видео. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на своих покупках в интернете. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Короче, друзья, пишу прямо сейчас при вас. Добрый день, я спаковываю смартфон на видео, а он привязан к какому-то аккаунту. И весь какой-то покоцанный. На самом деле покоцанный, потому что... Ну посмотрите здесь. На самом деле, вообще, если честно, мне это не нравится. Во-первых, ты делаешь бесплатные обзоры для того, чтобы просто рассказать своей аудитории о таком смартфоне. Ну и помимо этого, все достаточно печально. Что вообще происходит? Дальше настроек не пускает. Смартфон как из попы достан. Дальше. Какой-то действительно недалекий человек, который, ну, тоже получал смартфон этот, конкретно этот смартфон на обзор, просто взял и привязал к своему аккаунту Google. И тем самым, ну, может быть, я не знаю, может быть, он отомстил той компании, которая занимается пиаром компании Huawei. И типа, окей, вы мне не платите, я привяжу смартфон к своей учетке и ничего вы с ним не сделаете. На самом деле это смешно. Ну, а с другой стороны, когда ты составляешь план, какие видео у тебя будут выходить на канале в тот или иной момент, и я, допустим, рассчитываю, что 1 сентября 2017 года это видео должно выйти, где я вам рассказываю, распаковываю вот такую вот вещицу. А на самом деле ничего дальше, чем настройки, я не смогу сделать. Я вот прямо сейчас при вас отправил. В общем и целом, у меня испорчено настроение, но у меня есть кое-что для вас еще, и поэтому прямо сейчас я выключаю камеру, потому что я уже с вами попрощался. Я выключаю камеру для того, чтобы пойти и взять кое-что, что я вам покажу вам уже в следующем видео. Спасибо.